Поздравляю вас с открытым и школьным учреждением и стекла православной Руси, приуроченной кандидатом объединения Советского Союза. Этот разведительский проект представляет большой совместной работы Русской православной церкви, ведущей научных организаций, архивов и библиотек. Взбедельство растущего живого, любого интереса к российской истории, нашим уходным окорням и кислот. Хочу радушить поблагодарить организаторов Николчачевск, за тральной темой ее обширной экспозиции «Долбережность 1994-1945-й год». Поздравляю вас с прошедшимым человеком в Третьих Союза, который обманывал! опасности всегда укрепляли, а главные – осознавали значение единения и сплочённости, обращались к вечным и преконящим свидетельствам и услугам правственных идеалов. Идеологические штампы не были перед настоящей исторической Россией. Любовь к Родине оказала полосам силу всепобеждающих государства, вдохновляла бумага и спасти, так и наше условие войны. И не просто в укреплении современных государств, мировых государств, мировых государств, мировых и осознавших праващих народов. В этом году, когда большую общественную церковь, в последствии, в последствии, в последствии, в последствии на столах, в том числе и нравственной культуре. Ваши, символом героинства, это наше чувство. Мы должны её знали и уважать. И без всяких изъявлений не молчать. Помните чтение и уважать и цените опыт прошлого. Я уверен, что эта выставка, основанная на проблемах в связи с документами, организованная современными технологиями, вызовет широкий интерес. Будет востребована молодыми людьми, людьми, наверное, разных поколений. Тем более, что местом её проведения станет не только столица, но и другие города нашей страны. Важно, что посетители и гости смогут по-новому взглянуть на хорошо известные уже факты и события, составить о них собственное мнение и собственное представление. Я ещё раз всех нас поздравляю с открытием этой выставки. Желаю успехов и всего самого-самого доброго. С праздником вас. Спасибо. Задача сегодня заключается в том, чтобы создать такие условия, когда те, кто всё-таки размышляют о том, где жить и работать, в том числе инноваторы, те, кто занимается творческой деятельностью и принимали решение пользы России. Это первое. Классных современных инженеров, экономик Старии всегда славились наше страны. Россия была, может быть, одной из кодающихся искусственных травм, причем, на меня есть инженерные подготовки и инженерные пункты. Патентование, прежде всего, Кашин, должен заниматься не государством, а бизнесом, не проинтересованным в том, чтобы защитить те или иные разработки. Мы имеем и колоссальные плюсы и преимущества, о которых, все говорят, учитывать. К числу этих преимуществ относится система образования. Очевидно, что по целому ряду направлений, по целому ряду профессий те знания, которые дают российские классические университеты и российские технические университеты, они всё знания мирового уровня. И вот это нужно обязательно сохранить и в то же время обогатить современными формами образования, о чём говорил я, что мы делаем в Сколково, в том числе и в рамках так называемого Сколтеха, и что делают другие коллеги в научных центрах, которые развиваются в других местах. Поэтому образование, я считаю, колоссальным преимуществом нашей страны. Значит, второе, что мне представляет очень важно, люди, которые живут в нашей стране, они имеют такую, если хотите, генетическую склонность к творчеству. И в этом смысле их отчасти проще побудить к вот такому труду. Они с удовольствием что-то изобретают, что-то придумывают. И в этом вторая наша сильная сторона. Придумывать у нас на самом деле умеют. И воплощать технические решения, придумывать новые технологические идеи, создавать новые программы. Ну, по сути, находясь в мейнстриме современного развития. Задача, в том числе задача правительства, воспользоваться всем этим. Ну и, конечно, постараться проблемы преодолеть. Герои... ...патриарха всей Руси. Нижний Союз подписал соглашение с сотрудничеством. Мы работаем вместе во благо нашей книги сегодня. Я назову только две цифры. По количеству изданий на душу населения, что наша страна будет в первую пятерку всех стран мира. Есть еще одна потрясающая цифра. Как бы нам ее затем продлить? Дети с пяти... Уже в пять лет... Она будет в первую пятерку всех стран мира. Есть еще одна потрясающая цифра. Как бы нам ее затем продлить? Дети с пяти... Уже в пять лет просто начинают читать. До двенадцати лет... До двенадцати лет мы занимаем второе место в мире среди читающей категории вот этих детишек наших. Это наше будущее. Поэтому я обращаюсь к сидящим здесь взрослым. Если книга есть в доме, если книгу читают родители своим детям, то это будут совершенно другие дети. И книга действительно будет главным в жизни ребенка. И если можно, Владыка, я хотел бы отметить, что сегодняшнее вручение проходит еще и в присутствии моего, я могу так сказать, даже боевого товарища, главного муфтия Сирийской Арабской Республики, который прибыл сегодня в Москву. Хочу вас проинформировать, пользуясь случаем о том, что мы в декабре этого года, я здесь представляю еще и императорское палестинское православное общество, закладываем первую русскую школу в Атамасске после 1914 года. Ура! Прекрасно! Прекрасно! Кстати, царская Россия, царская Россия, как мы ее называем сегодня, Россия до 1917 года имела в Сирии 40 русских школ. Вот вам русское присутствие. А теперь, Владыка, с вашего позволения, если можно... Давайте. И если можно, просил два слова главного муфти, давайте. Давайте. Аплодисменты. 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 Русскийрия Я очень рад рад присутствовать сегодня здесь именно в Национальный день России. Я поздравляю моему брату, моему другу, и поздравляю всех вас в этом случае. И одновременно я молюсь вспоминанию, вспоминая жертвы российского самолета, которые поднялись в небо. Сырия благодарна вам, благодарна всему российскому народу. Сырия сегодня борется против терроризма от имени всего мира. В Сирии не происходит религиозная война, как говорят. В течение 1500 лет солнце христианство никогда не покидало Сирии. И Павел до сих пор уливается в Сирии. Императорское общество во главе с моим другом Степашином, он ежедневно... Все россияне говорят о втором президентном топливе, что наши герои восхищают тебя. Ваши судьбы, спасибо. Ваши судьбы. Спасибо. Ваши судьбы, спасибо. Ваши судьбы. А еще раз. Морякишины и мальки. Красивая вагонят. Вам не такая? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Причем просишь у нас туда? Возьмите. 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 Ага. За Машу, Катю, да? Потому что мы все очень годны нашего президента, нашу страну, да? Примеры в жизни, как люди ради Хрисна, ради Отечества будут совершать. Это не потому, что в 16 веке в России, в Руси а в России, в Руси, а в России, в Равоке, в Равоке, в Равоке, в Равоке Маленький Чентай не каждый человек об этом хаме, в которой я освожу святой и святой в Америке. Я отмечаю в этом году в этой посещении в Америке в Мальчахе в Одинской 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 Хминской в Америке в Краснодаре в Украине arde в Украине И вот рамка, то стали специалисты через Паркодорку, влезли. Когда самая забегает вперед, то вы должны быть влезли. И из Паркодорка, влезли. Влезли. Вот так, как Паркодорка велась близко, близко. Мы получили приз улезов киграя. И в этом статье проведение дохода, услышать вещью, ликвидель посвящение через Паркодорку, на котором означает остерение свободы с его существами. За это время приступают в пунктах Барисовского Кумеруссова. Это абсолютно сомнительный мир. Это местный мир. Эксперт, но счастливы! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 На сцену приглашается президент Российского Книжного Союза Сергей Вадимович Климентов. Ура! Победа! Я позволю быть очень кратким. После Владыки Климента я думаю повествовать, что нас связывает с ним не только отношение людей с близкими к Нигиновой, без человеческих книг, новые и теплые, человеческие, добрые и теплые. Я хочу сказать, что 10 лет назад еще при жизни Коллекции Второго Патриарха Всероссийский Книжный Союз подписал соглашение с сотрудничествами. Мы работаем вместе во благо нашей книги сегодня. Я назову только две цифры. По количеству изданий на лучшем населении, наша страна будет в первую пятерку всех стран мира. Есть еще одна потрясающая цифра. Как бы нам ее затем продлить? Дети с пяти, уже в пять лет нас начинают читать, до 12 лет, мы занимаем второе место в мире среди читающей категории вот этих детишек наших. Это наше будущее. Поэтому я обращаюсь к сидящим здесь взрослым. Если книга есть в доме, если книгу читают родители своим детям, то это будут совершенно другие дети. Я обращаюсь к сидящим здесь взрослым. Если книга есть в доме, если книгу читают родители своим детям, то это будут совершенно другие дети. И книга действительно будет главным в жизни ребенка. И, если можно, Владыка, я хотел бы отметить, что сегодняшнее вручение проходит еще и в присутствии моего, я могу так сказать, даже боевого товарища, главного муфти Сирийской Арабской Республики, который прибыл сегодня в Москву. Хочу вас проинформировать, пользуясь случаем, о том, что мы в декабре этого года, я здесь представляющее императорское палестинское православное общество, закладываем первую русскую школу в Дамаске после 1914 года. Ура! Прекрасно! Прекрасно! Кстати, царская Россия, царская Россия, как мы ее называем сегодня, Россия до 1917 года имела в Сирии 40 русских школ. Вот вам русское присутствие. А теперь, Владыка, с вашего позволения, если можно, да? Да, и если можно, просил два слова главному, типа, давайте. Я очень рад присутствовать сегодня здесь, именно в национальный день, Россия. Сохи на Грибта, ахи рейси الجамария, амбературия, амбературия, амбературсия, мухникум, 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 шагб, ррусси, виаза лаи. Я, без ровляю, муи, 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 дурогу, и без ровляю, бсих вас, витамус русу. И одновременно я молюсь вспоминанию, вспоминая джеки российского самолета, которые они поднялись в небе. Сахиба Грибта, Сурия, ташкору куму льяву. Сирия, благодарня вам. Моташкор шагб руси би аджмау. Благодарня всему российскому народу. Басурия льяву тухарибу аналалами кулли ал-ирхаб. Сирия сегодня борется против терроризма от имени всего мира. Сурия лейсат фиха харфгиния, кама я даю. В Сирии не происходит религиозная война, как говорят. Руссия и Сурия с 1.500 лет не хотят шамсу месиихия о Сурии. В течение 1500 лет солнце христианства никогда не покидало Сирию. И Павел до сих пор улыбается в силе. Императорского общества во главе с моим другом Степашином он ежедневно, еженедельно посылает самолеты с гуманитарными помощи сирийскому народу. Мы знаем только о тех помощи, которые были собраны в церквах и батареарх Кирилл послан в Сирию. И сегодня ваши сыновьи, лодчики, которые летают в небе над Сирией, они тем самым говорят всему миру, что мы не забываем наших друзей, не предаем наших друзей. Это говорит о том, что мы вместе боремся против терроризма. Вот та школа, о которой говорил господин Степашин, это будет первая школа, но после этого будет еще и много школ. И будет еще и университет, российско-сирийский университет. Поэтому я от имени сирийского народа, от имени его президента, руководителя Пашарова Асада, мы благодарны президенту Путина, российской церковь, российским лодчикам и российским народом. Мы говорим, российский народ это великий народ. Вы обладаете самым богатым богатством, самым большим богатством в мире. Вы обладаете и церковь, и мечет, и завод, и больница. Вот это Россия. Вот это Россия, которые хотели, чтобы она отошла от этого мира, от проблемы мира, от все, что делается в этом мире. Я говорю другим народам, которые проживают в России, держитесь за старшего брата. Я не хотел занимать долго вашего времени, я хотел поздравить победителей вот этого конкурса. Период к дружественному российскому народу. Я приглашаю всех вас посетить. Спасибо. Путина Владимировна Владимировна. Путина Владимировна. Путина Владимировна. Путина Россия, которая сейчас в Сирии. И в это воскресение, точнее вчера, на праздник Казанской Божьей Матери, во всех храмах Русской Православной Церкви возносилась молитва, чтобы был мир в Сирии и во всем Ближнем Востоке. Я хотел бы поблагодарить и поприветствовать господина посла. Он занимался, прибыл сюда и он сопровождает господина Муфтия. И Хадат, вы много делаете, чтобы наши страны, наши народы пребывали в дружбе. Спасибо. Сейчас переходим к церемонию. Они летают в небе над Сирией. Они тем самым говорят всему миру, что мы не забываем наших друзей, не предаем наших друзей. Это говорит о том, что мы вместе боремся против терроризма. Вот та школа, о которой говорил господин Степашин, это будет в первой школе, но после этого будет еще и много школ. И будет еще и университет, российско-сирийский университет. Поэтому я от имени сирийского народа, от имени его президента, руководителя Башарова Асада, Мы благодарны президенту Путину, российской церковью, российским лодчикам и российским народом. Мы говорим, что российский народ, это великий народ. Вы обладаете самой богатой богатства, самое большое богатство в мире. Вы обладаете и церковь, и мечеть. И завод, и больница. Вот это Россия. Вот это Россия, которая хотела, чтобы она отошла от этого мира, от проблемы мира, от всего, что делается в этом мире. Я говорю другим народам, которые проживают в России, держитесь за старшего брата. Я не хотел занимать долго ваше время, я хотел поздравить победителей вот этого конкурса. Вся Россия, которая сейчас в Сирии, и в это воскресенье, точнее вчера, на праздник Казанской Божьей Матери, во всех храмах Русской Православной Церкви возносилась молитва, чтобы был мир в Сирии и на всем Ближнем Востоке. Я хотел бы поблагодарить и поприветствовать господина посла. Он занимался, прибыл сюда, и он сопровождает господина Муфтия. И, Риад Хадат, вы много делаете, чтобы наши страны, наши народы пребывали в дружбе. Спасибо. Мы сейчас переходим к своему. В номинации «Лучшая езда книга» диплома третьей степени удостоена. И, Риад Хадат, вы знаете, что это не только «Лучшая езда книга» диплома третьей степени удостоена. Диплома третьей степени удостоена книга «Монах Климент» Константин Реонтьев. Эта книга описывает паломничество от Кремля до Лавры, которое на протяжении веков совершалось всеми православными людьми в Лавру преподобного Сергия, чтобы поклониться его святым мощам и получить поддержку жизни, получить помощь его на своем жизненном пути. Прекрасно поздравлять. Вообще, фотография, пожалуйста. Прекрасно поздравляем вас. Свидетельство англитики для Руси, святом князе Владимире и его времени. Похвалы агеографических и исторических источников и памятники иконографической традиции, свидетельствующие о почитании святого в русской православной церкви и памяти народа. Прекрасно. Дипломы первой степени, издательский дом, Красная площадь. Лига Византийная имератора – один из лучших образцов учебно-познавательной литературы. Она адресована всем, кто изучает историю древних и юридических веков, а также широкому углу читателей. Субтитры создавал DimaTorzok Традиционная книга обязательно должна сопровождать ребенка в школу. Хотя бы потому, что на самом деле умение... Моевый, мой боевый друг. Традиционная книга – власть в школу. Субтитры создавал DimaTorzok Традиционная книга – по 11 метров. Традиционная книга – вперед, два и до. Традиционная книга – по 11 метров. Можешь сумку здесь есть? Ты знаешь, что? Казахстан Казахстан Поздравляем вас, все поддержали два срока Путину Бизантия, никто не будет отрицать, что Бизантия это страна духовно значимая для России Как и для всего прочего мира, не только христианского, но и вообще мира в целом Бизантия подобна кладезью, в котором лежит спрятано очень многое И я бы хотел, чтобы не только моя книга, но и вообще интерес к Бизантии в России бы возрастал Чтобы из этого кладезя, знающие люди могли бы доставать не только то, что нужно на потребу сегодняшнего дня Но и вообще доставали бы то, что помогает жить нам, вечно оставаться людьми Все-таки это была великая держава, я надеюсь, что память о ней будет жить в наших сердцах А теперь мы приглашаем на сцену исполнительного редактора секретариата информационных технологий Издательского совета Русской Православной Церкви Кандидата филологических наук Курицуну Валентину Алексеевну Тема сообщения Книга «Цифровые технологии и развитие ребенка как читателя» Я воспринимаю книгу и цифровые технологии не как соперников, а как союзников На мой взгляд, это совершенно не соперничающие области А это как раз взаимодополняющие, взаимопомогающие друг другу Если рассматривать самый маленький возраст, на мой взгляд, книга – это один из самых необходимых предметов жизни ребенка И чем раньше ребенок увидит книгу, вначале в маминых, папиных руках, а потом в своих, тем лучше Ничто так не развивает воображение, ничто так не развивает фантазию о в детском возрасте Начиная с младенческого возможности, ребенка велики как никогда И никакие цифровые технологии книгу здесь не заменят Должна быть живая книга, должен быть текст, должны быть иллюстрации В школьном возрасте уже дело обстоит несколько иначе В школьном возрасте у ребенка осваивает гораздо больший объем учебной информации И несмотря на то, что учебник в большинстве случаев у нас остается все-таки традиционной книгой И опыт родителей показывает, что, пожалуй, это оптимальный вариант сейчас Дополнительная литература очень часто бывает в наиболее оптимальной электронной форме Потому что она нужна временно, она нужна ненадолго, она нужна быстро Но, на мой взгляд, традиционная книга обязательно должна сопровождать ребенка-школьника Хотя бы потому, что, на самом деле, умение обращаться с традиционной книгой развивает, опять же, и воображение Развивает между словами способных книг Лена Александровна Лена Александровна Лена Александровна Спасибо 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok